Первое послание Коринфянам, 10 главу. Откройте, пожалуйста. Братья и сестры, у нас сегодня будет еще особенная молитва. После причастия сразу же не расходитесь. Мы будем молиться за исцеление. Кто нуждается в исцелении тела? И мы будем молиться за исцеление. Но после молитвы за исцеление тоже нужно остаться, потому что будет еще объявление. Очень важная молитва еще будет и очень важное объявление. Я постараюсь не затянуть слово проповедь, постараюсь. Молитесь за меня, чтобы все получилось у нас. Но слава Богу, что сегодня суббота. Тема проповеди «Приобщение к телу». «Приобщение к телу». Десятая глава, 16 стиха. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Братья и сестры, причастие, хлебопреломление, причастие – это приобщение к телу. Скажи, приобщение. И вот, может быть, возникает у кого-то вопрос, зачем нам приобщаться, ведь мы уже в теле. Да, мы, как верующие люди, мы уже в теле. Зачем нам еще приобщаться? Но, знаете, некоторые люди вообще воспринимают причастие как некую форму очиститься, как возможность очиститься. Я хочу сказать, что причастие – это невозможность очиститься. Причастие нас не очищает. Причастие – это приобщение. Это намного важнее и все серьезнее, братья и сестры. Поэтому люди, которые поверхностно относятся к причастию и думают, что это некий ритуал, это какая-то традиция, которую я вот обязан выполнить, обязан хоть раз в месяц, но я должен прийти в Дом Божий, чтобы причащиться, потому что это как-то зачтется, это как-то вот я очищусь. Причащение – это не очищение, это приобщение. Это приобщение. Поэтому человек, который бездумно, формально подходит ритуально к этому делу, к служению важному, и думает, что это какая-то формула такая, знаете, это уже близко к какому-то, знаете, к магии какой-то. Поэтому написано, чтобы мы серьезно подходили, чтобы мы рассуждали. И в первом послании к Коринфянам есть предупреждение, что люди, которые неправильно относились к служению хлебопреломления, апостол Павел что говорит? Что болели многие, немало умирали, да? Из-за чего? Неправильно относились к хлебопреломлению. И мне вот как-то Святой Дух сегодня коснулся вот именно вот эту мысль, подчеркнуть, что это приобщение. Мы в нашей христианской жизни, братья и сестры, никогда не должны остановиться. Мы имеем откровение, что мы новое творение, что мы есть тело Иисуса Христа, но на этом не заканчивается. У нас есть жизненный путь во Христе Иисусе. Я хочу сказать сегодня, драгоценные, этот путь, он не будет легким, этот путь, он не будет простым. Будут трудности и будут испытания. Господь нас предупреждает, что христианская наша жизнь, это не будет легкий путь. Но Бог говорит, я буду с тобой, я тебя не оставлю, я тебя не покину, я тебе помогу, все у тебя получится, и все будет хорошо, скажи аминь. И поэтому мы должны не ритуально подходить, не формально подходить к тому, что происходит в Доме Божьем, а искать в этих смыслах нечто большее, заложенное Господом, не по-человечески смотреть, как зрители в театре, а смотреть духовными глазами, потому что нам дано понимать духовные вещи, так или нет. Нам дано понимать духовные вещи. Поэтому люди этого мира, они будут относиться к нам, как к некому сообществу, которое находится в бывшем дворце этого Ленина, да? Но мы имеем другой взгляд на нашу жизнь, на наше христианство и на то, что происходит на этом месте. Мы находимся в церкви Святого Бога, мы находимся в Доме Божьем, скажи аминь. И поэтому то, что происходит во время вот этого сужения, причастия, я хочу, чтобы мы подумали вот об этом слове, это приобщение, это идти дальше в своем христианстве, это идти глубже в своих отношениях с Господом. Когда мы принимаем хлеб и мы принимаем вино, мы принимаем что-то на уровне Духа и очень важно научиться принимать, а не быть формальными зрителями. Я не хочу никого обидеть. Я просто хочу, чтобы вы были все благословены. Я хочу, чтобы я был благословен, я хочу, чтобы вы были все благословены и кто с нами в эфире, чтобы все были благословены. И чаша, которую мы принимаем, это чаша благословения, скажи аминь. Я хочу, чтобы это было сегодня благословение для тебя, для твоей жизни, чтобы пришло что-то в твою жизнь от Господа благословенное. И откройте, пожалуйста, книгу Бытие, давайте мы вернемся к книге Бытие, 28 главу. Я хочу немножко с вами вспомнить о жизни одного человека Якове. 28 глава, 6, 28 глава, 6, 7 стих. Начнем. Исаф увидел, что Исаак благословил Якова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедовал ему, сказав, не бери жены из дочерей Хананейских. И что Яков послушался голоса отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. Вот с чего началось благословенное благословение Якова. Ну, не будем искать предысторию. И Яков просто, послушайте внимательно, И Яков просто послушался папу. Он просто папу послушался, понимаете? Сам папа, он был не в курсе, какая будет жизнь, какой будет путь у его сына. И Яков тоже был не в курсе, Исаак был не в курсе. Папа просто сказал, сынок, не женись здесь, не женись на мирских, не связывайся с мирскими. Тебе не надо здесь сынок искать. Иди к Лавану, он, конечно, такой странный верующий, но хоть какой-то он верующий, иди к нему, к Лавану иди, там выберешься из дочерей. Это, ну, жизнь Якова, это вообще, это как, ну, это кино можно снимать, да? Как Яков себе жену искал. Искал жену, нашел Бога, аллалюя. Это целый сериал, как он от Лавана уходил, как Яков жену искал. Можно назвать, одну серию можно назвать «Не ходите сестры замуж». Можно тоже к сестрам тоже кое-что сказать по поводу неверующих мужчин. И Яков просто папа послушался. Знаете, нам просто элементарно нужно послушаться. Однажды нам кто-то сказал «Приди в Дом Божий». Нас кто-то сюда привел, нам кто-то рассказал, мы просто послушались. Мы послушались родителей, мы послушались друзей. Однажды может быть твой лидер, наставник, пастор, он тебе что-то сказал, ты не понимал к чему это, для чего это, но ты просто послушался и сегодня ты видишь, что ты состоялся и есть определенный плод в твоей жизни, в твоем призвании, в твоем служении, с чего это все началось? С элементарного послушания. Скажи послушания. И мы видим в Библии, как многие люди, они начали с послушания и они состоялись. И Яков состоялся как патриарх. И мы знаем нашего Бога как Бога Авраама Исаака и Якова, но ему нужно было пройти непростой путь. И все началось послушание, он пошел. И вот он приходит, читаем с 10 стиха. Яков Яков вышел из Вирсавии, пришел в Харан, пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце и взял один из камней того места и положил себе в изголовье и лег на том месте и видел во сне вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я даю тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в Тебе и в семени Твоем, все племена земные, и вот я с Тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя доколе не исполню того, что я сказал тебе. И Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте этом, а я и не знал. И вот приходит Яков на одно место, которое называется луз. Луз переводится как миндалевые орехи. Наверное, в жаркую погоду в Израиле хорошо прийти на то место, где есть роща, где есть орехи, где есть миндалевые деревья, и он пришел на это место, которое называется луз, чтобы отдохнуть, чтобы покушать, чтобы укрепиться, как-то набраться сил и пойти дальше туда, куда его, ну, куда папа сказал идти, в общем. Он приходит на это место луз. Знаете, хорошо в жаркую погоду прийти в луз, хорошо получить утешение, укрепление, отдохнуть, набраться сил. Знаете, я не люблю делить людей на категории какие-то, но многие из нас, мы начали нашу христианскую жизнь. Когда нас пригласили, мы послушались, мы начали приходить в церковь для того, чтобы просто что-то получить для себя, отдохнуть, получить утешение для себя, получить помощь для себя, как-то набраться сил. Это неплохо, это хорошо. Я благодарю Бога, что в нашем городе есть место, куда можно прийти, отдохнуть, укрепиться и набраться сил. Аминь, братья и сестры. Но проблема, когда человек воспринимает церковь как только некий луз, в котором можно просто брать что-то для себя. И проблема некоторых из нас бывает в том, что мы всю нашу христианскую жизнь видим так, что мы должны приходить и получать что-то для себя. И здесь, знаете, здесь попахивает эгоизмом. И вот когда человек воспринимает так церковь, как только место, где отдохнуть и все, где просто, ну, получить что-то для себя. Это ограничивает получение Божьего благословения. Есть определенный путь. И вот Яков, он был на том месте, и он увидел сон. И Господь показал ему во сне. И он ему открыл что-то новое об этом месте, которое он увидел, как просто место получения помощи. И он проснулся, написано ему пробудился, скажи пробудился. Нам нужно иногда пробудиться, чтобы что-то понять о церкви новое. Чтобы увидеть церковь по-новому не так, как мы раньше ее видели. Некоторым из нас нужно пробудиться, чтобы увидеть церковь не просто как место помощи для себя, но как то место, где мы можем послужить кому-то другому, помочь другому, благословить другого. И очнулся, он проснулся, он проснулся, и он сказал, вау, на этом месте присутствует Бог. Братья и сестры, мы в церкви, мы не зрители, на этом месте присутствует Бог. Небеса открыты над этим местом, и здесь присутствует Бог. Мы должны восторгаться от этой истины, но некоторым из нас нужно пробудиться, чтобы это открылось, чтобы это осознать. Пусть пробудится мое сердце к тому, чтобы переживать Божье присутствие. Каждый раз на служение, на богослужение, на поклонение, на служение слова, переживать Божье присутствие, потому что это дом Божий, это место, где присутствует Бог. Пусть сердца наши пробудятся к тому, чтобы осознавать и чтобы ходить в этой реальности. Ты желаешь это? Положи руку на свое сердце и скажи так, пробуждение начинается с меня. Еще раз, пробуждение начинается с меня. Пробуждение в твоем доме, пробуждение в твоем бизнесе, пробуждение да где угодно, где ты находишься, оно с кого начинается? С кого начинается? Мы думаем пробуждение это когда приедет сильный помазанник, но кто может приехать пробудить нас? Генри Мадава может нас пробудить? Бенни Хин, я больше не знаю Дарья Анатольевича еще раз положи руку на сердце, скажи пробуждение начинается с меня, скажи пробуждение начинается с меня, оно начинается внутри тебя. Яков встал рано утром, скажи встал рано утром, когда ты встаешь рано утром, твое сердце переживет пробуждение и Бог поменяет твой взгляд на церковь, на твою христианскую жизнь и церковь это будет уже не луз, а вефиль дом Божий. Кто задержался в лузе у этих у иностранцев слово есть лузер это ноль, лузер это ноль, не сиди в лузе, двигайся дальше, иди дальше. И знаете, то же самое место, а отношение другое. Все то же самое, но отношение другое, ощущение другое, впечатление другое. Бог не хочет, чтобы мы всю жизнь прожили в лузе, скажи аминь. И вот он получает это откровение о Вефиле, о Доме Божьем, он получает обетование, он идет дальше, он двигается, и потом начинается история, его Лаван обманал, вроде верующий человек, но не у всех верующих вера, сколько раз его обманывал, договор, видно, не заключал, договора не заключают, а потом чего только не бывает, даже у верующих, к сожалению. Лаван его обманывал, потом увидел Рахиль, влюбился, все, говорит, женюсь, вот она, платил цену, работал за жену, вот уже пришло время свадьбы, как так, я не понимаю, куда он смотрел, утром оказывается, что это вообще не Рахиль, что это Лия, знаете, а Рахиль и Лия, они внешне очень сильно отличались, Рахиль-то она красавица, у Рахили много поклонников, у Рахили выражаясь современным языком, много подписчиков на инстаграме, там все хотят быть у нее в друзьях, все интересуются ее жизнью, а у Лии сколько подписчиков, папа-мама, да один странный брат как-то случайно там подписался, знаете, что мне нравится, Бог со временем поменял отношения Иякова, как мужа, Кли, она не была любима, но Бог что-то произвел в сердце Иякова, и он ее полюбил, он ее уважал, потому что она воспитывала его детей, и знаете, где он ее похоронил? Он ее похоронил в Махпеле, где Авраам и Сара и Исаак и Ревека и где заповедовал похоронить свое тело, именно там он похоронил Лию, а Рахиль была похоронена в другом месте, Бог творит чудеса, Бог меняет отношения, отношения к церкви, отношения к людям, отношения к жене, отношения к мужу, отношения к детям, Бог меняет отношения, нам нужно пробудиться внутри себя в своем сердце, чтобы нам открылось то видение и понимание, которое есть у Господа, поэтому если мы принимаем это решение, я не останавливаюсь, я не хочу формально, я не хочу просто литургию, я не хочу просто ритуал, я понимаю, что есть духовные вещи, и что-то Бог приготовил больше, чем есть сегодня, Яков прошел этот путь, и уже пенуэл, знаете, и уже он хромает, уже встреча с Богом, и уже он не опирается на плоть, уже он посох, уже и с Исавом встретился, и обнялись, и просил, и он приходит снова в этот луз, который он назвал Вифиль, и в 35-й главе, в 6-м стихе 35-я глава, и пришел Яков в луз, что в земле Хананской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и называл место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего, Эль-Вифиль, Эль, это Бог, уже не просто Вифиль, дом Божий, где мы можем служить друг другу, исполнять Божью волю, но он пришел на то же самое место, которое раньше было для него просто луз, потом Вифиль, дом Божий, все слава Господу, но теперь он говорит, это Эль-Вифиль, он понял, что есть в Доме Божьем хозяин, и этот хозяин Бог, скажи аминь, это хозяин Бог, и он говорит, Эль-Вифиль, ему спустя все его страдания, несправедливости, падения, испытания, искушения, все проблемы, трудности, разочарования, он приходит к пониманию, что есть в Доме Божьем хозяин, этот хозяин Бог, отец, и он говорит, Эль-Вифиль, и строит там жертвенник. Раньше строили жертвенники, ставили какие-то памятники, знаете, чтобы приносить жертвы Богу, но в то же самое время это были памятные знаки, чтобы помнить. И сегодня мы делаем воспоминания о тех событиях, которые были на Голгофской жертве, на Голгофе была принесена жертва, потому что мы, братья и сестры, можем забывать, привыкать, мы можем становиться такими, знаете, формальными, и есть состояние, которое Господу особо не нравится. Оно называется теплость, скажи теплость. Откровение 3 глава. И Господь говорит, и Он говорит об этом состоянии, что оно Ему не угодно. И знаете, когда я приближаюсь к этому состоянию сам, оно мне даже самому противно, понимаете? Такое состояние. 15 стих, 3 глава. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч, но так, как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергнут тебя из уст моих. Я раньше думал, как так, Господи, ну понятно, горячий, он тебе нравится, горячий, да? Горячий, ревностный, ну теплый, противный тебе, теплый, а холодный, но Господь говорит, ой, если бы ты был горячий или холодный, то есть холодный, он более предпочтительный даже, чем теплый, я не понимал, как это так. И потом, знаете, такое объяснение для себя, я не претендую, что это вот истина, что вот вы так должны думать, просто для себя. Холодный это тот, кто никогда даже не был горячим, а теплый это тот, кто был горячим, он горел, он горел, а потом стал отстывать, отстывать и превращаться в теплое состояние, речь идет о духовном состоянии. с человеческой точки зрения мы можем увидеть, что благополучие было, материальное, какой-то успех, да, а Господь имеет другой взгляд на эти вещи, и Он говорит, духовно ты тепл, и вот это, вот эта теплость, это такое опасное состояние, и Господь говорит, оно мне не нравится, поэтому дальше Он говорит, покайся, покаяние это не просто попросить прощения, покаяние всегда подразумевает, послушайте внимательно, покаяние всегда предполагает возвращение в то состояние, в котором мы раньше были. Нужно осознать, что мы не в том состоянии, в котором мы должны быть, мы должны быть в другом состоянии, и мы принимаем решения, и делаем определенные шаги, и вот что такое покаяние. Дорогой друг, если было время в твоей христианской жизни, ты больше проводил время с Господом, ты больше служил, ты горел, у тебя было другое хождение с Богом, и сегодня ты немного отступил, знаешь, что нужно? Покаяние. Покаяние это не только когда есть грех, алкоголь, наркотики, там какие-то вещи, покаяние Бог ожидает за наше духовное состояние. И Он говорит, иначе извергнут тебя из уст моих, то есть ему это состояние духовное, оно не угодно. Поэтому хочу сказать сегодня драгоценное, может быть, кто-то пришел на это место, как в Луз, кто-то пришел как в Дом Божий. Но давайте сегодня пробудимся для того, чтобы понять, что это Эльв и Фииль. Есть Бог на этом месте, и наверное, кому-то нужно слышать сегодня вернись к Богу твоему, вернись к Отцу, вернись к отношениям, к близким отношениям с твоим Господом, вернись к той жизни, которая у тебя была однажды, вернись к тем уединенным встречам с Господом, вернись к тому поклонению, вернись к тем отношениям с Отцом, к тому близкому хождению с Богом, вернись, драгоценная душа, Бог тебя ждет, Он стоит у дверей твоего сердца, и Он стучит, и Он говорит, если ты услышишь голос мой и отворишь, я приду к тебе и буду вечерять с тобой. Нам нужно, братья и сестры, двигаться дальше, не остаться в лузе, не остаться в откровении, что церковь это дом Божий, это все хорошо, но когда мы идем дальше, мы подходим к моменту, что есть хозяин в доме Божьем, и Иисус сказал, что настоящая пища, Он говорит, я хлеб жизни, это хлеб, который мы вкушаем ежедневно, не раз в месяц во время приобщения, но ежедневно мы вкушаем этот хлеб жизни, который сходит с небес для тебя и меня, мы им живем, мы им движемся, причина разочарованных христиан заключается в том, что кто-то остановился в лузе, кто-то воспринимает церковь просто как место помощи, другие разочарованы, потому что приходя в церковь, вроде бы имея достаток, успокаиваются, привыкают и не идут дальше, но когда мы молимся о пробуждении, мы представляем, что люди должны просто прийти сами и наполнить этот зал, но я хочу сказать, драгоценный, Ияков рано утром встал, он пробудился и поменялось его отношение, когда мы молимся о пробуждении, давайте будем думать о себе, о своем состоянии, не о спасении миллионов грешников, они придут, братья и сестры, пробуждение в церкви, это приведет просто к переменам, к реформам в нашей стране, когда мы пробуждаемся к чему-то новому, чтобы идти дальше с Господом в нашем христианстве, это повлияет на атмосферу в наших городах, но пробуждение начинается где? С меня, скажи с меня, скажи с меня, оно начинается с тебя, внутри тебя, я заметил Иисус, знаете, когда с учениками общался, иногда он в притче говорил, более-менее как-то понятно, но не всем, с учениками отдельно объяснял, но порой он дает такие вещи, такие, ну, говорит слова в Евангелии Теяна в 6 главе написано, он говорит, ешьте плоть мою, пейте кровь мою, я думаю, Господи, ты специально так говоришь? Ты же знаешь, что многие соблазнятся, и написано, что многие соблазнились и уже больше не ходили, Господь, зачем ты это делаешь? Иисус говорит такие вещи, что для иудейского менталитета это просто шок, в смысле, как есть плоть твою и пить кровь твою? Ну, на вечере ученикам своим говорит, ешьте и пейте, я хочу сказать сегодня от Духа Святого, когда мы будем принимать? Мы будем принимать хлеб и вино, я верю это духовное наделение и Господь говорит, ешьте и пейте и принимайте, как принимаете Евангелие, как принимаете это Слово, как принимаете Христа, принимайте, может быть мы не понимаем всего, что происходит, ешьте и пейте, ешьте и пейте и принимайте, принимайте помазание, принимайте благословение, принимайте прощения грехов. Принимайте силу Божью. Принимайте Божий огонь. Принимайте Божий Дух. Принимайте исцеление. Принимайте. 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 Принимайте это вовнутрь себя. Открой свое сердце для Господа и принимай. Это чаша благословения. Это хлеб благословения. Это не осуждение. Это благословение для тебя. Это исцеление для тебя. Это откровение для тебя. Это что-то хорошее для тебя от Господа. Скажи аминь. Принимай это. Принимай это в свою жизнь. Принимай это. Это нужно тебе. Это для тебя все Господь устроил. Устроил через жертву Иисуса Христа. Пророк Исаия говорил пророчески. В 53 главе, 10-11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Иисус доволен. Ему было больно в Гефсимании. Ему было больно в притории, когда его избивали. Ему было больно, он был во плоти. Ему было больно, когда прибивали его ко кресту, руки, ноги, гвоздями. Ему это было больно. Он пережил эту боль. Это разочарование. Он принял позор, вину. Суд Божий, проклятие принял на себя. Ему было больно. И нам теперь, драгоценные, не надо носить в своей жизни то, что он понес на Голгосском кресте. Слава нашему Господу. Наше сегодня дело принимать. Принимать жертву. Принимать его любовь. Принимать его прощение. Принимать благословение Божье. Принимать то, что он приобрел на Голгосском кресте. Его раны, они были глубокие. Его раны были настоящие. Это не те раны, когда тебя твоя любимая кошка поцарапала. Это не царапины. Его били так сильно, что просто плоть, она была разорвана. И люди могли даже видеть его внутренние органы. Было разорвано его тело. Это была сильная настоящая боль. Это было кровотечение. Эти раны были не случайно. Это пророчески исполнилось для того, чтобы ранами его мы исцелили. И исцелили, скажи, аминь. Принимай это в свою жизнь. Тебе не надо это зарабатывать. Тебе надо это принимать верою. Это Евангелие, дорогие друзья. Поэтому, когда мы принимаем хлеб и вино, это пророческий акт и пророческое действие. Мы приобщаемся к телу, и мы получаем наследие, которое он приобрел на Голготском кресте. И когда Иисус видит это, он смотрит с довольством. Он смотрит с радостью. Он смотрит с удовлетворением. Когда его народ принимает. Слава нашему Господу. Слава Иисусу Христу. Жертва Иисуса Христа. Она была совершенной. Если ты сегодня думаешь о себе, как о человеке, который, наверное, уже не достоин Божьих благословений. Возможно, ты думаешь о себе, как о человеке, который уже прожил свою жизнь и уже годы. Ну, что Бог может еще делать в моей жизни? Хочу сказать, драгоценные, у Бога есть прекрасный, великий план для жизни каждого из нас. Та же церковь, та же семья, та же ячейка, те же люди, а отношение другое, а жизнь другая, реальность другая. Все поменяется в твоей жизни. Твое мероощущение, твой взгляд, твое понимание. И вместо несчастья будет счастья, будет благословение в твоей жизни. Это духовное состояние, которое касается твоих эмоций и касается тела твоего и всех сфер твоей жизни. Это то, что Бог приготовил для своего народа. И Яков искал в начале других благословений. Он хотел просто жениться. женился, да и не раз за одну неделю, две свадьбы. Не каждый может себе это позволить. Но он не был счастлив, а своей жене бы. Знаете, когда он стал счастлив? Когда он понял, что есть хозяин в Доме Божьем. Когда он понял, что самое главное – это Бог. Когда мы понимаем, что только Иисус, только Бог. Когда мы ожидаем уже не от человека, не от помазанника, не от проповедника, не от папы с мамой, не от мужа, не от жены, не от детей. Мы ожидаем только от Бога. У нас будет меньше разочарования. И когда ты будешь в пустыне, ты будешь испытан Господом. Знаешь что? Ты не застрянешь в этой пустыне. Он тебя проведет. И ты выйдешь более сильным. Ты выйдешь более помазанным. Ты выйдешь более благословенным со своего испытания. Пусть откроются наши глаза, чтобы мы пришли к этому откровению, чтобы мы пробудились к тому, что хозяин в Божьем Доме, Бог – Отец. И Он тебя ждет. Некоторым из нас нужно вернуться к Отцу. Вернуться к Отцу. И первая молитва, которую я хотел бы сегодня помолиться, это чтобы хлеб этот и вот эта чаша, чтобы принималось все с благодарением. Мы рассуждаем сегодня и вспоминаем о жертве Иисуса Христа. Мы сделали то, что нам сказано, что написано, чтобы мы делали это воспоминание, чтобы мы рассуждали, мы сделали это. Поэтому чаша эта – это чаша благословения. Если ты в завете с Господом, если ты примирился с Господом, принимай это. Принимай. Бог просил тебе твои грехи. Если у тебя есть борьба, если у тебя есть искушение, ты борешься с лукавым, что если этот хищник, этот рыкучий лев, он тебя атакует. Я тебе хочу сказать – принимай хлеб и вино. Принимай жизнь Иисуса. Принимай силу Иисуса. Тебе нужна благодать Господа. Тебе нужна помощь от Господа. Принимай это для себя. Если у тебя трудности в отношениях с людьми, если тебе кажется, что уже ничего нельзя поделать, я хочу сказать тебе, Бог силен изменить отношения сердца к родным, близким, братьям, сестрам, к родственникам. Бог силен произвести перемены в сердце и в характере. И вместо ненависти дать любовь, Лия однажды пережила это. Она увидела другое отношение Якова. Как тяжело, наверное, женщине осознавать, что она нелюбима. Как тяжело, наверное, женщине осознавать, что любят кого-то больше. Но однажды она увидела, что отношение мужа поменялось к ней. Это сделал Бог. Только Бог. Только Иисус силен делает такие вещи. Поэтому нам нужно драгоценное набраться терпения, чтобы, исполнив волю Божью, однажды получить обещанное Господом, скажи, аминь. Принимай это сегодня с благодарением. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И это будет служение, приобщение. Мы приобщаемся через познание этой истины. Мы приобщаемся.